Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца! Сегодня мы с вами поговорим на такую важную тему, как мульчирование грунта у цитрусовых, ну и другой комнатной экзотики. Тема на самом деле очень недооцененная, многие любители комнатной экзотики ее не учитывают, а между прочим для комнатных условий это один из самых важнейших элементов. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Мульчой там выступает и опад листьев, и опад хвои, и те маленькие растения в виде мха, либо каких-то небольших трав, которые растут в покрывном материале. Все это является мульчирующим стоем. И это нормальный естественный процесс. Вы спросите, для чего она по большому счету нужна? Этот мульчирующий слой на самом деле очень важен. Вообще, в принципе, во всем биологическом обмене у любых растений. Итак, конечно, про мульчу можно прочитать целые научные стратегии, их достаточно много. Я вам лишь только кину идею, а дальше вы ее, в принципе, можете развить и подчеркнуть знания столько, сколько вам нужно. Назовем лишь самые основные причины, для чего она нужна. По большому счету, основная все-таки функция мульчи это не дать умереть верхнему слою земли. Когда есть мульча на поверхном слое, земля от самого верха до самого низа живая. То есть, мульча создает благоприятные условия для полезной микрофлоры. И под мульчой, естественно, в земляном коме, в земле, идут нормальные, абсолютно хорошие биологические процессы. Которые необходимы для жизни не только цитрусовых и комнатной экзотики, но вообще для всех растений. Во-вторых, это очень важный фактор, и он особенно актуален для комнатных условий. Мульча не дает излишне испаряться влаге. Тут какие-то доказательства не надо приводить, это очевидный факт. Либо голая земля у вас, либо все-таки земля накрыта каким-то мульчирующим словом. Будь то мок, будь то сено, солома, неважно. Любой из этих материалов все равно уже значительно сокращает испарение влаги. Значит, у нас требуется меньше полива, значит мы меньше защелачиваем землю, значит земляной ком у нас будет служить дольше. И опять же создадутся более благоприятные условия для цитрусов. Быстрое испарение влаги ни к чему хорошему явно не приводит. Тем более для всей комнатной экзотики, да и вообще для всех растений, желательно, чтобы земля была всегда чуть-чуть влажной. И чем дольше это состояние, естественно, тем лучше себя чувствуют растения. Далее, опять же, этот пункт очень важен именно для комнатных растений. Зимой у нас включает систему отопления. И с одной стороны у нас идет жаркий воздух, идет достаточно быстрое испарение через листовой аппарат. А с другой стороны идет холод от подоконника. По-хорошему, вы подоконники утеплили. Кстати, у меня тоже на эту тему есть ролик, посмотрите обязательно. Естественно, в таких прохладных условиях муча создает тоже какой-то определенный парниковый эффект. И не дает, с одной стороны, быстро земляному кому охлаждаться. С другой стороны, со стороны батареи не дает быстро нагреваться. То есть, это тоже определенный регулятор и температуры. Это очень важно. К тому же, продолжая эту тему, весной, когда у нас поднимается солнышко и солнце начинает нагревать горшок, опять же, муча не дает темной земле быстро нагреваться. То есть, муча все равно не так нагревается солнышком, как абсолютно черный грунт. Это тоже, опять же, физика, и тут доказывать ничего не нужно. Далее. Муча своего рода, конечно, не очень сильно, но тем не менее, влияет на кислотно-щелочной баланс почвы. Да, естественно, под мучой, проходя через нее, какая-то часть солей остается, а под ней, естественно, под мучой идут определенные процессы, и она, как бы, получается, немножко подкисляет почву. Это незначительный факт, но тем не менее, в долгосрочной перспективе он тоже играет свою положительную роль. Опять же, при поливах нужно учитывать тот факт, что муча, она имеет определенную гидроемкость, то есть, при поливах она забирает влагу, и когда ее не хватает, она отдает. То есть, не вся влага из нее испаряется, часть влаги все-таки возвращается в землю. И это очень большой плюс для выращивания любых растений дома. Это лишь небольшой список тех плюсов, которые, грубо говоря, самые эффективные, самые распространенные. По поводу мучей я могу разговаривать целыми часами, но даже этой информации будет вполне достаточно. Причем, очень важно, это не только для комнатной экзотики, для цитрусовых, для комнатных растений, очевидный факт, но также и для сада и огорода. То есть, там желательно почву не оставлять голую, а тоже мучировать. Это приносит свой результат. И если вам интересно, тоже посмотрите. У меня есть ролики в плависте сад, огород и теплица. Итак, теперь давайте разберем, какая же мучья для комнатной экзотики, для цитрусовых, для комнатных растений будет наилучшим. Я уже неоднократно говорил и постоянно повторяю это, что самый лучший мульчирующий слой можно сделать из обычного мха. Причем тут не важно, какой вы вид мха выберете, любой мок, который вы нашли в лесу, который вы нашли на болоте, он очень хорош. Потому что сам по себе он незначительно отличается свойствами. А с другими видами мульчи он, конечно же, не сравнится. У мха, во-первых, огромная гидроемкость. То есть, он очень много может влаги взять, но очень много влаги может отдать. Он очень дышащий материал. Причем это, на самом деле, определенная живая мульча. Если вы взяли свежесорванный мох и выложили на грунт, поддерживаете определенную влажность, то, по большому счету, мох даже частично может и жить. То есть, водоросли, которые постоянно находятся на мхе, они все равно будут функционировать, они будут живые. Такого получить от других видов мульчи однозначно не получится. К тому же, сам мох имеет слабокислую среду и он создает вокруг как раз слабокислую среду, что нам и нужно. И одно из самых важных свойств его, это как раз его дезинфицирующее свойство. То есть, мох все-таки не дает развиваться на поверхности земли различным патогенным организмам, в том числе даже плесенью. Если у вас голый слой земли и вы достаточно часто поливаете, вы можете очень часто увидеть побеление на грунте. В грунте это не страшно, но тем не менее, это патогенная пресень, которая вообще в принципе не должна быть. Так вот, мох никогда не даст этим патогенным организмам появиться. По большому счету, конечно же, самый лучший мох это тот, который вы сами собрали. Пошли в лес или на болотце где-то, есть заболоченное место, взяли свежий мох, это вот самый лучший. Но в крайнем случае, конечно, если у вас нет такой возможности, вы можете его купить. Другое дело, что этот мох все-таки уже мертвый, у него уже не такие свойства, как у свежего мха. Это однозначно. Кроме того, не смогли вы все-таки найти мох, что же делать? Ну, в этом случае, в принципе, можно нарезать мелко солому, можно нарезать мелко сено, можно взять даже свежую траву, просто-напросто укладывать ее, она сама подсохнет и тоже будет служить мульчирующим слоем. Хвойный апарт, опилки, все это тоже можно укладывать. Нет у них таких, конечно, хороших свойств, как у мха, но тем не менее, основные функции мульчи, они так или иначе выполнят. И это будет в любом случае лучше, чем обычный черный земляной ком, который иссушается воздухом, иссушается батареей, на которой постоянно стекает холодный воздух. И, конечно же, в таких условиях растениям, любым растениям жить не очень комфортно. Кстати, особо важную роль играет мульчирующий слой в вращении цитрусовых. Как вы все прекрасно понимаете, у цитрусовых на корнях есть микориза, и только с помощью этого грибка цитрусовые, по большому счету, и могут питаться. Потому что собственных волосяных корешков тоненьких у них нет. Если вы пересаживаете внимательно цитрусовые, делаете перевалку, то вы всегда заметите, что там очень много корней, но они все достаточно толстенькие. Именно волосяных тоненьких, всасывающих корешков, как у всех растений, у них нет. Но корешки при этом не имеют чисто белый цвет. На них такой вот чуть-чуть желтоватый налет. Вот этот желтоватый налет и есть микориза. Это тот грибок, который живет в симбиотической связи с цитрусовыми, с корневой системой именно цитрусовыми. И в свое время цитрусовые питают этот грибок сахарами, а он питает всем остальным цитрусовым. И вот эту взаимосвязь, разрушая, мы можем привести, конечно же, к гибели цитрусовых. Так вот, сам по себе мульчирующий слой создает именно идеальные условия для роста жизнедеятельности этой микоризы. Он поддерживает оптимальную влажность в грунте, он поддерживает определенную кислотность в грунте. То есть, не дает защелачивать почвы, а микоризе именно нужна кислая среда. Итак, казалось бы, вот такой вот небольшой, незначительный факт, который требует от вас, по большому счету, по одной минутке на каждый горшок. То есть, просто-напросто уложить мох, сено, солому, опилки, да еще любую мульчу на поверхность земли горшка. Но эффект, на самом деле, от этой мульчи очень большой. Ничего особенного тут не требуется. А вот условия выращивания, условия содержания и вообще здоровья ваших цитрусовых, комнатной экзотики, да и вообще всех комнатных растений, значительно улучшатся. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!